Коллеги, участники длинного стола, мы продолжаем то, что вчера начали. Помните, мы вчера договаривались о том, что одним из отличий количественных и качественных методов является то, что в качественном исследовании, основным инструментом исследования является кто? Исследователь. На плечи которого ложатся и программа, и обработка, и само полевое исследование, практически все процедуры. Соответственно, продуктивность, эффективность исследования зависит, условно говоря, от качества самого исследователя, субъективизму которого мы почему-то должны доверять. Если в количественное исследование поставлено недоверие к субъективизму, правильно? Потому что не меняй вопросы, помните, влияние интерьера, выборка, проверяй бригадиры, контроль постоянный. Почему? Чтобы снизить вот этот эффект субъективизма. То в качественном исследовании, где интеракция, общение идет с глаз на глаз, и человек сам делает выводы, мы должны, вынуждены доверять субъективизму. А почему, собственно, мы должны им доверять? Чему, собственно, мы должны доверять? Мы должны доверять подготовке, уровню рефлексии этого исследователя, ну и тем качествам, о которых мы будем говорить, чтобы он мог этим инструментом пользоваться. Поэтому одно из начала наших длинных столов, оно так получается, что мы всегда начинаем с работой над качеством этого инструмента, то есть нас самих, да, как исследователей. И поэтому вопрос, который я сейчас буду задам вам, что у вас осталось в сухом остатке от нашей предыдущей встречи? Ну, иными словами, это ответ на вопрос, что это было, да, для вас. Было что-то вчера? Что-то было. И что в сухом остатке? Ну, понимание сухого остатка тоже, я надеюсь, да, известно. То есть обычно, ну, любой образовательный предприятий состоит из нечто важного и нужного и воды, да, в котором это важно и нужно, что растворено. Вот. Остается то, что остается. Кому интересно, что важно и нужно. Поэтому я вам предлагаю сейчас по кругу, значит, сказать, что у вас в предыдущей встрече осталось в сухом остатке, но сделать это особым образом. Я прошу это записать себе как задание такое вот сейчас. То есть вы, прошу, отвечайте как бы тремя способами. То есть, что я думаю по поводу этого сухого остатка? Что я чувствую по этому поводу? И что я буду делать в связи с тем, что я думаю и чувствую? Поскольку мы исследователи, мы, естественно, сразу должны задать вопрос, а почему именно так? А почему это так? Потому что человек такое существо, которое может думать одно, чувствовать другое и делать третье. Может? Причем в разных комбинациях. И респонденты, которые перед нами, тоже нам будут это демонстрировать. Поэтому я вас прошу буквально минуту, посмотрев свои полевые записи, ответить на вопрос, что у меня предыдущего задания в сухом остатке, и что я по этому поводу думаю, чувствую и буду делать. Давайте с вас начнем. Ну, поскольку я и до этого сталкивался с вашими работами и непосредственно, и очень часто опосредственно через нотарию, то принципиально вот такого, ну, в сухом остатке у меня, наверное, осталось убеждение в необходимости все-таки ведения полевого дневника, которого я раньше никогда не вел. Это что я думаю. Что я чувствую, я, честно говоря, немножко сбит с толку, потому что я попытался как-то организовать то, что вчера мы обсуждали в дневнике, но у меня получился конспект, поэтому я так немножко озадачен. Вот, что я буду делать, ну, я попытаюсь найти какую-то форму приемлемую, которая бы могла действительно помочь сделать введение дневника привычкой, вот именно полевого дневника в момент исследования. Вот, что я сейчас делаю, это есть полевой дневник, который я записи веду. То есть здесь, значит, что у меня в сухом остатке, да, от того краткого, да, полевой дневник остался, из того всего говорили, да, то есть все остальное, часть известно, часть неизвестно, часть была вода или еще там что-то, да. Вот, что я чувствую, что я задачен, почему я задачен, я вроде бы хочу его ввести, я как бы понимаю, что надо делать, а почему-то не получается, да, мы это можем отдельно разобрать, почему не получается. И третье, что я буду делать, искать форму, да, вот. Окей, пожалуйста. Думаю я, то, что мне очень понравилась форма, вот это проведение длинного стола. Запомнилось мне о том, как мы находили общий язык, то есть приходили вот к консенсусу, чтобы мы термины называли, понимали по терминам одно и то же. Чувствую это, ну, положительные эмоции у меня вызывает этот курс, то есть мне хочется сюда приходить и участвовать, а, соответственно, заинтересованность появляется. А что я буду с этим делать, ну, буду, во-первых, участвовать по мере сил, вкладывая, ну, все возможности, именно сейчас в учебном этом курсе, ну, и надеюсь, в дальнейшем как-то тоже мне это пригодится. Значит, будете напрягать силы? Да. И в каком направлении пойдет напряжение? Ну, в дальнейшей научной работе. Хорошо. Пожалуйста. Я думаю, что это очень познавательно, и я очень заинтригована тем, что здесь уже услышала. Коллеги, секундочку. Вот помните задание, как звучало? Что я думаю, что я чувствую. Я заинтригована. Это что? Это чувство. Вот это очень важно, потому что, да, заинтересован. Я думаю, что это полезно, и для меня было очень интересное нахождение общего языка. Что я чувствую? Я чувствую, что это очень интригующе. Я чувствую, что это полезно, и еще много где пригодится. То есть я думаю, что это полезно, я чувствую, что это полезно. Но местами это было чуть-чуть затянуто, потому что мы все тут социологи, и мы все это... Не все. Там, например, различия между качественными и количественными методами. Мы, в принципе, изучали полгода. Что же там? Различия между качественными и количественными методами. Многие из нас изучали полгода. То есть мы это знаем. Вот. В этом месте мне показалось, что это чуть-чуть затянуто. Вот. Ну, возможно, что так и надо, потому что это же снимается в фильме для всех, то есть не все же это знают. Возможно, что надо подробно все проговаривать, а не ориентироваться только вот на... именно на нашу группу. Вот. И что я буду делать, я буду слушать дальше, выполнять все задания, которые я буду использовать в работе. Выполнять. Хорошо. Спасибо. Вот, понимаете, важно, да, отличать, что я думаю, что я чувствую. То есть если я думаю, что это полезно, полезное тоже может быть чувство. Ну, чувство полезности. Когда ты думаешь, а в чем это полезно? Вот, например, введение полевого дневника. Или там, может быть, это полезно не для меня, а для кого-то другого, да? Ну, в данном случае, если у вас есть ощущение, что что-то было затянуто, что-то неизвестно, чем отличается. Ну, так ли было это известно всем, в чем это отличие, например, гипотез с качеством, или там, о чем мы говорили. Это вопрос, да? Может быть, это для меня затянуто, а для товарища, который сидит рядом, это совершенно не затянуто. То есть это что? Это умение работать в группе, да? Смотреть, как другие. И вы это отметили. Это хорошо. Что я буду делать? Выполнять задания. Ну, выполнять задания, что я буду делать? Какие задания, да? Что конкретно? Вот здесь было что-то конкретное. Буду работать. У вас просто... Нет, я сейчас как бы не обсуждаю, я говорю интерпретирую. Занятие так очень хорошо структурировано в плане того, что оно каждое заканчивается каким-то заданием, каждый кусочек. Вот я вот это не умею. Ну, то есть, чтобы я понял, то есть какое конкретно задание вы собираетесь выполнять, например, вот здесь вот по дневнику. Это что-то мне понятно. Я иногда и сам не могу отличить, где задания, где просьбы, где еще что-то. Окей, спасибо. Катя. Что я думаю? Я думаю, что метод длинного стола, он применим не только для качественного исследования, ну, как в социологии, но и просто для обсуждения каких-то других тем, возможно, не касающихся самого исследования как такового. Ведение полевого дневника – это тоже важный пункт, и он тоже, опять-таки, полезен не только в качественном исследовании, но и просто в развитии себя как человека, то есть записывать идеи какие-то. ты просто идешь и ведешь там блокнот с игрочкой, ведешь там, записываешь, ну, это тоже, и записывать не только в качественном исследовании, но и вообще в повседневной жизни, это тоже как бы влияет на результативность. Что я чувствую? Это, наверное, потребность в получении знаний, и что я буду делать? Ну, стараться применять эти знания. Чувство потребности. А вот стараться, Катя, скажите, это я чувствую, что я буду стараться, или я буду что-то делать? Буду применять эти знания без стараться. Стараться применять? Ну, стараться по-разному можно. Катя, постарайтесь вот этот фломастер взять. Ой. Ну, постарайтесь его взять. Ну, вы что сделали? Постаралась. Нет, вы его взяли. Постараться тут? Что вы будете делать? Применять знания. Ладно. Хорошо. Стараться применять. Окей. То есть стараться, смотрите, это намерение, да? Это, кажется, чувство, которое возникает. Вот. А что я буду делать, то, что я конкретно буду делать, я возьму полевой дневник и буду писать в нем. Буду это, да. Возьму фломастер и буду им писать. Вот. А не стараться его взять и отдумать про это. Окей. Спасибо. Так, пожалуйста. Я только отметила то, что у меня осталось в голове после вчерашнего. В принципе, это уже прозвучало. Это информация от повода полевого дневника. То, что, о чем я думала, можно сказать, после занятий, так сказать, перебирала в себя в голове. По-своему скажу, категоральный аппарат, то, что действительно, ну, я попозже скажу, и количественные и качественные методы. И что я чувствую по поводу, знаешь, своих, так сказать, мыслей, а по поводу полевого дневника, может, как какое-то удивление, что действительно, я об этом знала, но не думала, что, как бы, что действительно настолько важна. Поэтому, по этому поводу я чувствую удивление. По поводу категориального аппарата у меня было какое-то затруднение, потому что действительно людей очень много. и найти общий язык, хоть и у нас довольно-таки небольшая группа, но все равно, это довольно-таки трудно. Но и по поводу качественного количества, кого-то это затянуто было, потому что у нас большинство здесь практикующих социологов, для меня, наоборот, это было полезно, потому что действительно это освежило в памяти. Вот, для меня это было, наоборот, лучше. Я чувствую, что это мне надо было. Вот, и что я буду делать, по поводу всех моих мыслей и чувств, постараюсь все это усовершенствовать. Димитый цикл «совершенствовать». А что, как это усовершенствовать? Именно владением болевого дневника, по поводу категориального аппарата, постараюсь помочь всем найти общий язык, быть более покладистой. Вот, и количество качественных методов, ну, как бы, это не только количество качественных методов, это вообще по поводу социологии, не останавливаться, а стремиться и не сбывать ее. Спасибо. Кирилл, пропускай вчера. Да. Пожалуйста. Вчера я получила очень много важной информации, и по поводу дневника, о котором уже говорилось, и что для меня было очень важно, это информация, касающаяся валидизации результатов из качественного исследования. и, ну, я чувствую, на самом деле, что это довольно сложно реализовать на практике, а что я буду делать, естественно, буду использовать эту информацию. Где? Практической деятельности. В исследованиях? Да, в исследованиях, конечно. И у меня есть вопрос, касающийся дневника, все-таки, вот, честно говоря, хотелось бы увидеть форму, какой-нибудь. Вы видите сейчас форму полевого дневника, да, здесь что отмечается, здесь отмечается, на какой вопрос мне человек дает ответ. Иногда не очень понятно, на какой вопрос тебе отвечает респондент, да. То есть, какой у меня был вопрос, который я сам поставил. Сухой остатки, что в сухом остатке осталось, да. И я говорю, что в сухом остатке, ну, можем проанализировать, да, осталось у большинства что? Полевой дневник, да, общий язык, сравнение, вот. Все остальное можно, так сказать, слить. Ну, фазы, ладно, хорошо. Но это, да, это вспомнилось после того, как уже. То есть, важно первое впечатление, да. Потому что, нет, в принципе, я уверен, что ваша память гораздо лучше, чем моя, да, и вы вообще все можете воспроизвести, что там было. Но что важно, что в сухом остатке. То есть, фазы, они, ну, как бы для применения. А мы же собрались здесь для чего? Для практики, да. Для практического исполнения. Хотя это тоже важно. Спасибо. Так, Наташа. То, что я думаю, метод по обучению методу, я уже не первый раз присутствую на такие занятия. Я думаю, что это эффективный метод для подготовки качественных исследований, качественных исследователей, поскольку главный инструмент сам исследователь. И сама структура занятий позволяет развивать науки исследовательские, о которых вы говорили. Так. И? Ну, в сухом остатке также остался полевой дневник. фазы полевого исследователя и полевого исследователя. Количественные и качественные методы нахождения общего языка. То, что я чувствую, наверное, заинтересованность. Именно в этом подходе, в методе по обучению методу, заинтересованность в качественных исследованиях. И, с одной стороны, такая заинтересованность, а с другой стороны, есть еще такое чувство, как, может быть, неуверенность в своих возможностях. Сомнения в своих. Ну, да, то, что, как у вас глоги было написано, «Если стало, я тебя не любит». Ну, это что-то такое. Ну, я не знаю, может быть, это… Твоя любовь мне не поможет. Да. Хорошо. Дальше. То, что я буду делать. Буду участвовать в нашем исследовании, в групповой работе. И постараюсь нести переводивник. Постараюсь. Ну, буду надеяться. Коллеги, по поводу того, что вы часто говорите, это, в общем-то, либо это шаблон нашей речи, постараюсь, да, попробую, вот, либо за этим действительно что-то стоит. Понимаете, обучение методу, ну, так метафора я говорю, что особенно в поле, для полевых исследований, оно как бы не любит баловства вот этого. Я попробую, я там попытаюсь, потому что, образно говоря, мы метод обучения методу, образно говоря, делим на три части. Это соотношение. Собственно, что такое длинный стол? Это соотношение сувениров, игрушек и рабочих инструментов. Что такое сувениры в данном случае? Сувениры, если бы я вам там рассказывал, какие бывают виды интервью, да, какие бывают виды вопросов, открытые, закрытые, или там, например, объяснял вам, почему Резарефель там не любил вопрос, почему, да, что такое обратная там прямая воронка, да, что такое там открытые или там осевое кодирование, дискурс-анализ, немецкая, голландская, там, американская традиция, да, это все, это что такое? Вот все это рассказывал. Или бы делился с вами своими там полевыми воспоминаниями, да, ну, как вот ветеран боевых действий, да, как мы ходили по полям, как мы задавали вопросы, получали результаты от крестьян, наркоманов, участников боевых действий, там, академиков, олигархов и так далее, и так далее, да. Это все можно, нужно, полезно. То есть это и теория, и как бы как это все применяется, но методу этому не обучишь. Это все равно, что я вас решил обучать, скажем, водить экстремальным вождением, рассказываю, как водит Шумахер, показываю там это. Вы будете водить, как Шумахер? Нет. Поэтому нужны следующий шаг. Следующий шаг, это что? Это игрушки, да, мы условно говорим. Игрушки, это тренажеры, упражнения, которые мы делаем, да, ну, для того, чтобы овладеть этим навыком. Понятно, да, что в данном случае упражнением будет что? Вот это сейчас что это такое? Это игрушка, да? Вот, ведение по ведению полевого дневника, например, я вам показываю, да, и мы как-то начинаем упражняться. Без этого тоже обучение не происходит. Правильно? Правильно. И третье, это рабочий инструмент. Что такое рабочий инструмент? Это когда вы с этим уже полевым дневником, своими навыками, знаниями выходите куда? В поле. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова